На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Оперативное совещание провел первый заместитель главы администрации округа Альберт Гравин. С сегодняшнего дня открыта смена в лагере «Салют» поселка Володарского. Спортсмены мотобольной команды «Металлург» приняли участие в благотворительной акции «Коробка добра». Когда есть возможность поддержать и помочь, почему бы нет. На один день видновский лесопарк «Опаренки» превратился в кубанский хутор. Там прошел фестиваль «Казачья воля». Казачьи, что всегда было форпостом в Российской империи. Именно они охраняли рубежи. Во Дворце культуры города Видное прошло оперативное совещание, которое провел первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. На оперативном совещании была заслушана информация из единой диспетчерской службы. В ЕДДС приняли 608 обращений граждан. За прошедшую неделю сотрудники МЧС ликвидировали 9 пожаров, что произошли на территории округа. На 31 мая запланировано проведение ежеквартальной тренировочной эвакуации по поручению губернатора Московской области, которая будет проводиться на объектах образования, здравоохранения, социальной защиты населения и в крупных торговых центрах. О старте летней оздоровительной кампании рассказала начальник управления образования Наталья Киселева. С сегодняшнего дня открыта смена в лагере «Салют» поселка Володарского. С первого числа откроется 16 лагерей, 6 из них на базе школ и 10 на базе дошкольных учреждений. Также на оперативном совещании были заслушаны доклады о проделанной работе сотрудниками коммунальных служб, управляющих компаний и предприятий Ленинского городского округа. По текущему ремонту у нас 5 многоквартирных домов в ремонте полностью делаем. В графике, все остальное тоже по графику. Закупки ведем, работаем с дебиторской задолженностью. Первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин призвал коммунальщиков обратить особое внимание на санитарную обработку общественных пространств. Обработка подъездов, то есть ковид закончился, но проблемы не закончились. То есть у нас надвигается возможность заболевания холерой, связанного с водоснабжением и так далее. Прошу на это обратить особое внимание. И каждая управляющая компания и ее руководитель должны быть под роспись ознакомлены с этим протоколом, который был у нас проведен. С содержательным докладом выступил руководитель этого подразделения. Очень важный вопрос. Прошу на это обратить особое внимание. Плюс колодцы и так далее. В Совете депутатов завершилась весенняя сессия. В ходе оперативного совещания на основных вопросах, что рассматривались на внеочередном заседании, остановились более подробно. Отчет об исполнении бюджета за прошлый год. Это большой отчет о деятельности контрольно-счетной палаты. Хочу поблагодарить и финансовый блок, и Елену Викторовну Егорову за содержательность и за совместную работу. Работа объемная. В частности, в КСП у нас немногочисленный состав сотрудников. Тем не менее, успевает справляться и с контрольными проверками, и проверками, которые поручает глава и совет депутатов. Также в ходе совещания обсудили подготовку ко дню защиты детей. Праздничные мероприятия пройдут в муниципалитете 1 июня. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошел ставший уже традиционным день донора. Более 70 человек посетили в фойе спортивного учреждения, где разместилась бригада Московской областной станции переливания крови. Не за спортивным азартом и эмоциями пришли сегодня эти люди во дворец спорта «Видное». Пандемия отступила, но до полной победы над COVID-19 еще далеко. А потому в амбулаториях и больницах день донора пока не проводят. Благодаря помощи администрации и общественной палаты муниципалитета работа с донорами ведется в других заведениях, в том числе и учебных. К нам обратились в профсоюз «Внегаз» для того, чтобы их сотрудники смогли сдавать кровь. И вот мы тоже очень много с этим работали. И как бы пробная у нас донорская акция была 12 мая. И помещение предоставил колледж в Москве, который его развил. Всего в 2022 году планируется провести пять донорских акций. Несмотря на то, что нынешний день донора проводится в «Видном», участвуют в нем жители самых разных уголков муниципалитета. Приехали с Ленинского района, поселок совхоза имени Ленина. Работаю именно там же, в центре культуры, поселок совхоза имени Ленина. За и второй раз. Два месяца назад здесь же сдавала. Вот сейчас решила опять откликнуться. Депутат Совета депутатов муниципалитета Гаджимурад Гаджимурадов начал сдавать кровь год назад. С тех пор старается принимать участие в каждой акции. Он отмечает, что и среди депутатского корпуса немало доноров. На прошлой процедуре сдачи крови я видел Александра Баюклина, коллегу нашего депутата, депутат Фринского, Русского округа. Ну, кто-то по соцсетям, я вижу, кто-то сдаёт кровь. Около 60 человек предварительно записались на участие в Дне донора, но многие приходят и без записи, вдохновившись благородным поступком ближних друзей и коллег. Исполняющая обязанности главного редактора газеты «Видновские вести» Наталья Чепурная будет сдавать кровь впервые. У меня есть хороший пример перед глазами Татьяны, да, это честно. Во многом, глядя на неё, я тоже решила сдавать кровь, потому что это поможет кому-то, я надеюсь, очень. Те, кто сдаёт кровь, имеют определённые преференции, например, право на два отгула на работе, а также получают небольшое денежное вознаграждение. Но вряд ли всё это играет какую-то роль. Конечно, это делается не ради денег, это делается ради помощи тем, кому нужна кровь, больным, солдатам, опять же, которые сейчас у нас, да, я очень надеюсь, что моя кровь кому-то поможет. У этих людей разные профессии, разные взгляды на жизнь, но объединяет их одно – желание помочь. А реализация этого желания и есть – главная их награда. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Спортсмены мотобольной команды «Металлург» приняли участие в благотворительной акции «Коробка добра». Сбор гуманитарной помощи идёт в поддержку воспитанников школы-интерната города Донецка. Один из пунктов расположен в здании телеканала «Видное ТВ». О том, как остальные жители могут поддержать детей, расскажет Юлия Погосян. К руководству видновской дирекции киносети обратилась Валентина Печёнкина, ныне жительница Ленинского городского округа, а когда-то выпускница школы-интерната города Донецка. Ей пришла идея организовать сбор гуманитарной помощи для воспитанников учреждения. Без посторонней помощи ребятам просто не справиться. Наше руководство с удовольствием это поддержало. Мы развесили везде объявления, в соцсетях, в газете «Видновские вести». Поэтому, конечно, благодаря Валентине мы теперь можем вот так адресно помочь деткам в конкретном месте и очень рады этому, потому что помогать – это прекрасно. Акция «Коробка добра» стартовала в конце мая. В здании видновской дирекции киносети и в подъездах некоторых домов города отведены специальные места для сбора гумпомощи. Стоит ящик, куда все неравнодушные люди могут положить необходимые товары. Сейчас наблюдается нехватка средств личной гигиены, игрушек, сладостей, канцелярских товаров и лекарств. К благотворительному проекту присоединились представители мотобольной команды «Металлург». Дети – это будущее, поэтому я считаю, что это неотъемлемой частью. Тем более, когда есть возможность поддержать и помочь, почему бы нет. Я думаю, это временно все соединится. Будем жить, как и в СССР, и в мире, и в дружбе. Ну и потом мы всегда принимаем участие. Это же дети. Все равно в какой стране, в такой ситуации, помочь в надежде, может, там кто-то будет мотоболистом когда-то. И в поддержку президента, любое благое дело мы сейчас очень переживаем и надеемся на скорейший успех и завершение нашей операции. Гостей встретил генеральный директор Видновской дирекции киносети Павел Русаков. Там тяжелая сейчас ситуация, но я думаю, что в общем усилии справимся все. Доказать обязательно. Да. Другого пути нет. Я всегда говорил, Россия была, есть и наверняка будет великой. Результаты акции внушительные. Адресную помощь оказывают и предприниматели. 130 килограммов конфет предоставила московская ореховая компания. После 1 июня уже будем осуществлять доставку непосредственно в этот интернат. Конечно же, отснимем видео, как они получили эту гуманитарную помощь. Люди звонят, на самом деле, со всех концов нашего города, потому что я оставила свой мобильный телефон для связи по любым вопросам. Поэтому, конечно, мы приглашаем еще жителей нашего города и Ленинского городского округа поучаствовать в этой акции. Акция «Коробка добра» продолжится до 1 июня. В планах у организаторов продлить проект и собрать еще больше необходимой помощи детям. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Лауреатов литературной премии имени Евгения Зубова наградили в Центральной библиотеке Видного. В этом году высокого звания удостоены 6 человек. Подробности расскажет Олеся Попова. Впервые за 16 лет существования премии церемония началась с необычного награждения. Честовали не человека. Видному присвоили статус литературного города России. Творческое сообщество лично поздравил председатель Союза писателей страны Николай Иванов. За сохранение единого духовного и литературного пространства России почетным званием «Литературный город России» награждается город Видная Московская область. Неслучайно муниципалитет наградили именно в день вручения премии Евгения Зубова. Статус литературного города во многом заслуга гостей этого мероприятия. В зале сегодня настолько неравнодушные, любящие родной край люди. Люди, у которых, вы знаете, в душе и сердце не хватает места этой великой любви. И она как родники пробивается и летит к народу через их стихи, через их необыкновенное литературное слово. Среди лауреатов премии Евгения Зубова и опытные литераторы, и начинающие писатели, и поэты. Мария Усанова – самая молодая обладательница награды. Девушка учится в 10-м классе. Рассказывает, ее произведения уже публиковали в литературных журналах. Также Марию приглашали в престижный образовательный центр «Сириус». Никто меня никогда не заставлял. Я просто с детства очень-очень сильно люблю читать. И годам к 12 я поняла, что мне не хватает книг. Вот нашей прекрасной библиотеки я перечитала ее полностью. И я поняла, что мне нужно писать, что мне хочется, что мне это нравится. И так сложилось. Мне повезло. Моя прекрасная классная руководительница Ивета Георгиевна отправила меня в литературную студию «Слово». Там меня взял к себе под крыло Алексей Павлович Зименков. Ну и так пошло. Помогают сохранять и популяризировать литературу родного края, библиотеки и творческие объединения. Поэтому ежегодно премию имени Евгения Зубова вручают не только авторам, но и руководителям студии художественного слова. Виктор Лысенков на протяжении пяти лет возглавляет объединение «Радуга» в Воскресенске. Он же помогал открыть эту мастерскую в далеком 99-м году. Работа действительно такая сложная в том плане, что надо объединить. Люди все творческие, все умные, каждый по-своему, есть определенная конкуренция, творческая я имею в виду. Ну вот, тем не менее, вот так у нас создалось литературный день, который существует до сих пор. Традиционно половина наград присуждается жителям Ленинского городского округа, половина – представителям других муниципалитетов региона. Важна тем, что она стимулирует литераторов заниматься творчеством. И называется она премией имени Зубова. Это наш земляк, талантливый поэт Евгений Петрович Зубов, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Но мы вот эти традиции его литературные, его творчество, мы всячески стараемся популяризировать не только в нашем районе. Организаторы отметили, что со следующего года премия имени Евгения Зубова будет присуждаться литераторам не только Московской области, но и всей страны. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. На один день видновский лесопарк «Опаренки» превратился в кубанский хутор. Представители казачьих обществ из соседних округов и, конечно же, наши видновские станичники собрались, чтобы рассказать людям о культуре этого народа и его традициях. Казачья воля собрала гостей из городских округов Ступино, Подольск и Королев. Татьяна Брылова расскажет подробнее. Видновскому станичному казачьему обществу уже 10 лет. В нем около сотни человек, чьи деды и прадеды были казаками. Утратив по велению времени связь поколения, эти люди стараются сегодня возродить традиции и обычаи, чтобы уже своим детям и внукам передать их. У нас ведь атаманы решили, что да, надо провести. Мы раньше проводили все праздники у себя на ферме, на конюшке, в Горке Ленинске, Белевутово. Но народ никто не знал. И когда выходит даже дружина, говорят, а неужели у нас казаки есть? Организовать фестиваль в Ленинском округе мечтали давно. Администрация муниципалитета поддержала идею. Казаки в целом, видновское станичное казачье общество в частности, всегда славило своим умением организовывать праздники. Но за годы своей деятельности в Ленинском городском округе им удалось не только научиться организовывать праздники, но и проявить себя, получить известность. А самое главное, получить, завоевать уважение нашего населения своими родными делами. Казачество всегда было форпостом в Российской империи. Именно они охраняли рубежи. Первые рубежи были у них. И все правители России всегда возлагали большие надежды на казачество. И вот мы, можно сказать, сохраняем эти исторические традиции. И одна из ярких примет казачества – их фольклор. Елена Стрельникова – терская казачка. Всю жизнь поет народные песни. А в последние годы, как выразилась сама руководитель ансамбля «Терек», кровь взяла свое. И возрождать традиции она решила с помощью песен, которые исполняли ее предки. На фестивале Елена Стрельникова, кроме детского, представила мужской состав своего ансамбля. Песня «Терек» На них я первый раз попробовала не прятаться за музыку. Мы попробовали играть только голосами. Теперь всегда и везде мы говорим, что самый главный музыкальный инструмент у человека – это голос. На сцену одни за другими выходили творческие коллективы, исполняя старинные казачьи песни, куплетов которых порой и не сосчитать. Когда же на подмостках фестиваля появились совсем юные участники из военно-патриотического казачьего объединения «Атаман» городского округа Ступина сложно было оторвать взгляд. Девчонки показали умение владеть шашкой наравне с мальчишками. Мы их учим, чтобы они были людьми, чтобы были настоящими воинами, чтобы любили свою родину, чтобы могли защищать родных, близких, стариков и детей, чтобы уважали ветеранов и чтобы помнили, что честь – это превыше всего. А неподалеку мастер-класс по владению шашкой провел еще один потомственный казак – Богдан Гайденко. Держа в каждой руке по стальному клинку, Богдан с легкостью описывал в воздухе восьмерки и другие фигуры. Зрелище завораживало. Попробовать свои силы в фланкировке решила и я. Вот две восьмерки. Первая. Слева. Справа. Слева. Какие же казаки без лошадей. Посмотрите, какая замечательная. Ой, это сникерс. Сникерс? Он смирный сникерс? Сладкий? Да. Он просто любит, он думает, что у вас есть какие-нибудь вкусняшки или что-то. Он любит выпрашивать на самом деле. А вкусное было совсем рядом. Аромат гречневой каши с мясом разносился по всей территории. Самое вкусное место, конечно же, у машины с солдатской кашей. С чем сегодня каша? Расскажите. С ушенкой. Рекомендуете? Дома такой не сделаем. Сто процентов. Настроение, даже несмотря на погоду, которая в самом начале решила быть недружественной и нерадостной, у всех было праздничным. В конце концов и тучи разошлись, уступив место солнцу. Вот она сила казачьей воли. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Зимой в городах Московской области с успехом прошли ледовое шоу с участием известных фигуристов. Традицию решили поддержать и в теплое время года. На этот раз в тур по Подмосковью отправилось шоу на роликовых коньках «Бременские музыканты». На выступление в «Видном» побывал Дмитрий Книга. Большим подарком для видновчан стало шоу на роликовых коньках, которое прошло в самом центре города, на площади у кинотеатра «Искра». Постановка Татьяны Навки и Петра Чернышева основана на советском мультфильме «Бременские музыканты». Отдельные слова благодарности нашему губернатору за такой замечательный проект. Он востребован, жители ждут. Это интересно. В течение мая представление было показано в 22 городах Подмосковья. Каждый раз оно вызывало большой интерес у зрителей, и это неудивительно. В постановке задействованы профессиональные фигуристы, гимнасты и паркурщики. Всего 28 человек. Некоторые трюки перешли из фигурного катания классического, некоторые сделаны специально под роликовые коньки. Поэтому зрителям должно понравиться. Зрители были в восторге. Дети с интересом наблюдали за приключениями персонажей спектакля. С их лиц нисходила улыбка на протяжении всего представления, а взрослые подпевали знакомым песням и поддерживали артистов аплодисментами. Реакция детей, которые видят артиста рядом с собой на расстоянии метра. Это замечательно. Они показывают в плане того, что хлопают, радуются. Они искренние. И я могу сказать, что это замечательный проект, который был придуман в этом году. Специально для представления были построены декорации в виде замка. А сценой для участников постановки стал специальный подиум для катания на роликах. По окончании представления видновчане еще раз наградили участников шоу овациями и поделились своими впечатлениями. Представление понравилось. Очень классное. Больше всех понравился, наверное, Король. Он самый такой интересный был. Но в основном тоже все понравились. И очень классное выступление. Был в восторге. Спасибо большое организаторам. Очень все здорово. Такой состав. Чемпион и чемпионин. Конечно, очень приятно. В принципе, очень интересное шоу. Никогда, удивительно очень, никогда такого не видел. Очень интересно. Шоу в нашем городе стало финальным выступлением. А значит, и артистам оно тоже обязательно запомнится. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова